Как видит Лето, если, ну, во-первых, как видите вы, и как видят российские военные, если что-то об этом можно услышать? Как они оценивают ситуацию? Я думаю, что российские военные, они реалистично оценивают ситуацию, они понимают, что при том состоянии вооруженных сил, в том количестве военнослужащих, в том количестве и качестве техники, которую они располагают, обеспечить стратегический перелом более невозможно. У них была надежда, что, возможно, где-то фронт, ну, знаете, вот такая надежда на чудо, да, неспроста же мы постоянно вспоминаем Клаузьевица с его туманом войны. Вот в этом тумане что-то может произойти, вот внезапно. Сейчас таких надежд, видимо, нет уже совсем, и более того, ожидается проблем с Крымом, с сооружениями на территории Крыма, с подразделениями на территории Крыма, ну, и, наверное, с Керченским мостом тоже. После того, как дальнобойные атакамсы появились в распоряжении украинских вооруженных сил. Поэтому будут просто держать линию, и все. Не пытаясь где-то, так сказать, осуществить атаки, но не наступление. Нет, насколько я знаю, я, собственно, и раньше говорил, что сил для большого наступления нет. Их даже не концентрируют. Были надежды, вот как вы сказали, что, ну, украинцы сами дадут слабину. Ну, это были такие, знаете, надежды, скорее, политического руководства, чем, собственно, военные. А почему так? Ситуация стабильности с высокой вероятностью летом будет господствовать до осени. Дальше будет видно. Потому что такая стабильность может подтолкнуть стороны как раз к поиску мирного решения. Ну, вот, собственно, это и возникает вопрос. Если тени толка, они туда, не туда. Как говорил генерал Лебец в этой ситуации, а почему не сесть на берегу и не договориться? Ну, это на самом деле логика военного искусства, что если ни одна из сторон не может обеспечить себе стратегическое превосходство, добиться стратегического перелома в свою сторону, и возникает стратегический тупик с потенциальным истощением, да, тут обе стороны могут быть истощены, то это толкает, по крайней мере, поразмышлять о поисках мирного выхода. Но в этом случае ситуация для Украины все равно лучше, чем, скажем, вот в концу лета, в начале осени будут гораздо лучше в этом плане, чем, допустим, в марте-апреле. Гораздо лучше. А вот тут мне прекрасный вопрос пишут, секундочку, оно куда-то пропало. А если Иванов захочет кровью искупить, его отправят в отряд Шторм-Зет, а дело прикроют? Нет, кровью искупать будут другие, он сперва должен рублем искупить, унижением, сдать всех своих товарищей, морально разрушиться, покаяться перед партией. Там же начнут эту ниточку разматывать, чтобы весь клубок разложить, а там будь здоров, какие будут фигурировать, прошу прощения за тавтологию. Вот нам же надо подвесить меч над Шойгу, его сейчас и подвесят. Ну и, конечно, еще скажу так, Иванову повезет жить, это же тоже не гарантия, понимаете? Потому что есть люди заинтересованные в том, чтобы его богатырское сердце не выдержало. Слушайте, не один вы... Да, клеветы и напраслен, которые на него возвели. А, то есть вы считаете, что там не будет как с Сердяком и Васильевой, все хорошо, все разошлись, все рулили? Нет, нет, это исключено. Нет, нет, это исключено. Понимаете, если бы этим занимался Путин, то было бы одно. Этим занимаются другие люди. Те люди, которые в 22-м году требовали крови, требовали немедленной чистки Минобороны. Они представили Путину все необходимые для этого материалы, что эта чистка необходима. Убедительные материалы в высшей степени. Путин не был готов к таким решениям. Он на такие решения вообще боялся идти. Эти люди идут еще дальше. Они готовятся к аресту нескольких олигархов. Юля, ну что вы? Иванов – это тьфу. Это мелочь по сравнению с тем, что они готовят. И кто эти люди? Кто эти люди? Это те, кто входит в десятку, ну по крайней мере в двадцатку российского списка Форбс. Несколько человек. Качественные мишени. И что им будет предъявлено? Измена Родине. Так же, как и Иванову, кстати. Иванову пока не предъявлено, Измена Родине. И не думаю, что... А вот этим людям, ну допустим, известнейшему российскому олигарху, который вдруг заявил о намерении перенести медный комбинат в Китай. Это, если я не ошибаюсь, Потанин говорил, что-то в этом роде. Да, но в этом списке не только он. Но сейчас он вот самый такой первый кандидат. Да, Владимир Олегович, да. Он считает, что он фаворит Луны, он обласкан. Он получает те активы, от которых вынуждены отказываться иностранцы, которые сбрасывают в Россию. Но действительность совсем не такая. Поэтому дело Иванова – это тьфу на самом деле. Еще раз, планы этих людей совершенно грандиозны. Вот что, если они готовят массовую национализацию, они готовят именно массовую национализацию, что им надо сделать? Освободиться от возможности сопротивления. Отбить охоту сопротивляться. Помните, как это было с Ходорковским в октябре 2003 года? Его взяли. После этого, что случилось с российскими олигархами, которым казалось, что они Бога за бороду ухватили, им меняли подгузники, памперсы, в прямом смысле слова. И вспомните, что сперва не на официальном уровне, не в судебном процессе инкриминировали Ходорковскому. Помните, что он хотел продать ЮКОС, кому? Шеврону и Эксону. Эксон Мобилу. Да, Эксон Мобилу, правильно. Так сказать, шел супротив национальных интересов России. Тогда ту карту не стали разыгрывать, только намекали. Сейчас военное время. Военное время. А теперь представьте, что если это сделают, если этот шаг будет предпринят, вы понимаете, что они откажутся от своих активов сами, только чтобы сохранить свободу. Поэтому Иванов это еще раз, это тьфу, это проба пера. Я понимаю, что после этого грохнется Российская экономика. Нет, на этот случай есть. Нет, это не совсем так. На этот случай есть решение. Значит, одной рукой напугать, другой рукой предложить палеотив. Ну вот вы теперь как буржуазные специалисты у нас будете. Мы на базе ваших активов, национализированных, создаем госкорпорации. А вы будете выступать консультантами. Консультантами, топ-менеджерами, наемными. У нашего государства, чуть не сказала рабочего, крестьянского государства, у нашего чекистского государства вы будете выступать топ-менеджерами, наемными. Вы же хорошие менеджеры. Ну, чего? Только не против национальных интересов играйте, как Патанин это пытался сделать. И все у вас будет нормально. Все будет прекрасно. Будете ездить себе в Сочи, отдыхать. За границу, конечно, вам уже не удастся, но Россия прекрасная страна. Будете развивать внутренний туризм. Таким образом. Да, будете ездить в Крым, а то поедете в Магадан. Есть даже человек, который... Это тоже человек из списка Форбса. Одна из самых известных фигур, которая уже дала согласие консультировать создание новых госкорпораций и обеспечить непрерывность процессом менеджмента. Называть человека, естественно, я не стану. Зачем ему служить такую службу? Не забывайте, господа, задавать вопросы, потому что самое интересное я постараюсь Валерию Дмитриевичу задать. Но уж коль скоро мы заговорили об олигархах, можно сказать, о проклятых олигархах, а не хороших олигархах, которые пьют народную кровь, наверняка вы смотрели, ну это действительно явление. Это большая, сильная заявка. Два фильма, пока только два. Мария Певчев, как вы к ним относитесь? Что вы скажете? Я думаю, что каждый имеет право на свои 90-е годы. Мария имеет право на... Естественно, и люди, которые с ней эти фильмы делали, имеют право на свою интерпретацию. Я, знаете, Юль, провел опрос, ну что-то вроде опроса среди зрителей своего канала. У меня аудитория 60%, которые старше 35 лет. Ну а 35 до 65 лет – это 60%. В основном мужская, естественно, люди, интересующиеся политикой. Я им задал несколько вопросов. В частности, вот первые два вопроса были. На какой аудитории рассчитаны эти фильмы? Знаете, все единогласно ответили на аудитории до 35 лет. То есть на тех людей, у которых нет личного опыта, переживания, и которые, допустим, не написали такой замечательный роман, как писали вы в свое время в процессе первоначального обогащения. Ну действительно, книга и увлекательная, книги и увлекательные, и технологичные в высшей степени. Ну и реалистичные. У них этого опыта нет. А второе, я спросил опять же свою аудиторию, слушайте, а вы что-нибудь новое для себя узнали? Знаете, единодушный ответ – нет ничего, ну кроме каких-то частностей. А самое интересное было третье. Ну еще раз повторю, это люди, имеющие уже какую-то гражданскую политическую позицию, сформировавшуюся не сейчас явно. А это как на ваши политические взгляды повлияет? Говорит, нет, никак не повлияет. Отношение ухудшило к кому-то? Да, ухудшило. К Ходорковскому в первую очередь. Это очень интересно. Я пока, у меня, если вы понимаете, только промежуточное резюме, я бы хотел посмотреть все пять фильмов. Потому что судить его произведение по части, ну, наверное, это не очень справедливо. Но вот то, что я увидел, это хороший агитматериал. Я, кстати, не вижу в этом ни в коей степени ничего дурного. Это политика и агитматериалы нужны. Агитки, пропаганда – это вот хороший агитационно-пропагандистский материал для молодого поколения. Для молодого поколения. Да. Проблема в чем любой агитации? Это я вам скажу как пиарщик, как и человек, занимавшийся и занимающийся и пиаром, и рекламой. Для того, чтобы у вас что-то осталось в голове от послания, это послание надо очень часто повторять. То есть бить, 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 бить и бить. Вот когда государственная пропаганда говорит о проклятых девяностых, она это делает постоянно. То есть вы должны брать и частоту, и тотальность. Никакая альтернативная медийно-пропагандистская машина добиться такого эффекта не в состоянии. Если вы не можете добиться такого эффекта повторения и тотальности, что-то останется в головах? Ну, я не уверен. У вашей аудитории. Единственное, что будет заметно, это заметно, это отстройка от демократов в девяностых годах. Вот от них отстройка идет. Идет довольно успешно. И демократы девяностых годов, конечно же, на это реагируют. Я не обсуждаю это продуктивно, непродуктивно. Я просто говорю о послании, как оно работает. Вот так оно работает. Кроме того, что оно рассчитано на людей младше 35-ти, на какую политическую ситуацию оно рассчитано? Вам не кажется, что это тоже заявка на ситуацию, но уже после Путина? Вот. Очень как раз, Юля, очень хорошо, что вы об этом сказали. Да, я думал. Значит, здесь два аспекта. Первый – это конкуренция политэмиграции за лидерство, за моральное лидерство, обратите внимание. Не столько... Вот за моральное превосходство. Мы морально превосходим, потому что вы причастны к событиям 90-х годов, поэтому вы не можете возглавлять, скажем, оппозицию, не можете быть знаменем. Это первое. Второе. Это ощущение, что это подготовка к выборам, где с одной стороны будут стародемократы, а с другой – младодемократы. Вот к той конкуренции в будущем. Но дело в том, что этой конкуренции не будет. Она будет, точнее, будет совершенно иной. Стародемократы с младодемократами конкурировать не будут. Будет совершенно другая ситуация. Выборов, возможно, не будет, по крайней мере, какое-то время. Будет совершенно иная повестка. И с этой повесткой будут работать совершенно другие политические силы. Принципиально новые. Поэтому я не уверен, что базовая предпосылка, когда отстроится от 90-х для того, чтобы потом одержать победу на выборах, я не уверен, что базовая предпосылка верна. Во-первых, что будут выборы, где вы будете конкурировать. Во-вторых, что конкурировать будут именно такие политические силы. Это мои предположения, я подчеркиваю. Исключительно мои. И еще раз. Я бы предпочел досмотреть фильм до конца, чтобы, фильмы точнее, чтобы составить более полное представление. Это по этому промежуточное такое замечание. Кстати говоря, о молодом поколении. Просто мне показалось, что этот фильм очень такой известный, очевидный симптом того, что возвращается левая повестка во всем мире. И причем она возвращается и в Россию, она опять переходит с Запада, как в свое время и к Ленину пришел Карл Маркс. И в связи с этим, мне просто интересны ваши наблюдения за вот той культурной революцией, которую мы происходим, вернее, очередным эпизодом культурной революции после БЛМ, который мы видим сейчас в Университете Колумбия, в других американских университетах. Слушайте, это же просто настоящий культ. Это же люди, которые вроде должны быть интеллектуалами. Они реально кричат кричалку, и они не знают, что кричат. Мау-70-е годы. Да, вы правы, Юля. Наверное, мы впервые так часто с вами соглашаемся. Или я с вами соглашусь. Потому что мои американские друзья и знакомые, они с ужасом не об этом пишут. Они с ужасом пишут об антисемитизме в американских университетах, причем в университетах первого ряда. Казалось, что этого уже не должно бы быть в Соединенных Штатах, тем более в таких масштабах. А леволиберальные повестки, она, конечно, ну да, можно ее назвать такой ярко выраженной, леволиберальной. Меня больше интересует возможность переноса трансляций в Россию. А я бы разделил, понимаете, трансляцию популизма и популизм в целом от левого популизма. Вот мне кажется, что популизм здесь в целом будет востребован в ближайшие годы. И будь здоров как. Но, скорее всего, это будет какая-то очень интересная смесь, наверное, для России. Я бы сказал, назвал это дьявольским коктейлем, да? Такой красный русский, или, если хотите, красно-черный русский, где будут присутствовать и левые, и правые элементы. И главное, что будут двигать, опять же, это уже русская черта, это не стремление к справедливости, это стремление отомстить. Это разные вещи. Уж левая идея в классическом ее изводе, вы стремитесь к социальной справедливости. Русская идея, которую называют русской левизной, это стремление мести. И я вижу, какая неприкрытая или плохо скрываемая радость на арест Тимура Иванова. Так это же желание отомстить хозяевам жизни, жирным котам, за униженную молодость, за годы в нищете, десятки лет. Это действительно, в России живет в массовой бедности и нищете. Ну, просто в массовой. И люди хотят мстить. И речь не идет ни о каком социализме, ни о какой справедливости. Для них справедливость – это если вот этих в грязь втопчут, понимаете? И это станет питательной основой для погромов. Это будет все. И придут эти люди на Рублевку. Точнее, не придут, их привезут туда. С металлическими прутьями и бейсбольными битами. Раздадут их. Причем чуть ли не и московская мэрия это сделает, чтобы просто гнев их вывести за пределы города. Да, допустим, центра города. Вот это будет. По счастью для всех нас это будет недолго длиться. Потому что энергии не так много в российском обществе уже. Вот есть желание мести очень сильное, понятное, да, там сколько угодно можно это желание критиковать, но оно неизбежное. Оно будет реализовано. Оно должно вылиться. Как-то проявить себя. Но ничего левого в этом нет. Да нет желания строить какую-то справедливость, какое-то справедливое общество. Нет. Потоптать других, да, с удовольствием. С удовольствием. А кого на Рублевку-то привезут? Нынешних ветеранов СВО? А потом подавят в ночной бунт бандит в воде колеса? А вот те, кто захотят прокатиться, да, помните, как в свое время явились в Межигорье, да, в резиденцию Януковича, да, всегда найдется немало, особенно в большом городе, людей, желающих своими руками поучаствовать. Это будет называться восстановление социальной справедливости или справедливый гнев народу. Он действительно справедлив будет, гнев. Правда, справедливость никто восстанавливать не станет. А вот погромить, забрать, да, разрушить. Ну, тем более, они видят, вот показывают там хоромы Иванова. Ну, пошлая же роскошь. Ну, согласитесь. Ну, пошло же все. Это, конечно, вызывает очень сильное раздражение. Так что левая повестка здесь, она выглядит совсем не левой. Совсем не левой. Вот знаете, кстати говоря, в связи со стремлением отомстить, это вообще хейт, это, я просто не совсем пойму, вот в сети очень много хейта. Да. В течениях религиозных, которыми я занимаюсь, очень много хейта. Это вообще популярная эмоция, на ней легко, хорошо, хорошо возгонять чувства. И я вот, вы знаете, чем удивлена была в фильме «Певчих», что все начинается с приватизации дома на Осенней улице, потому что, в общем-то, если честно, все начинается с приватизации гораздо большего куска недвижимости под названием РСФСР. Когда Гельцин, избранный президентом РСФСР, огляделся по сторонам, увидел, что над ним Горбачев. А зачем над ним Горбачев? Да, как бы вот лучше вот этот вот кусок взять и утащить, договориться с людьми, которые руководили другими кусочками. И какой по сравнению с этим ЮКОС? Какой по сравнению с этим залоговые аукционы? И какой уж тем более дом на Осенней улице. Вот почему, как вы думаете, в фильме «Певчик» нет этого очевидного начала распада СССР, которое, вне зависимости от того, хорошее было, плохое государство, ну, распалось просто потому, что Ельцин ненавидел Горбачева и хотел получить... Потому что это не соответствовало целеполаганию. Потому что отстроиться надо было не от Горбачева и не столько от Ельцина, сколько от персон, которые стали бенефициарами в 90-е годы. И часть потом из этих людей оказалась в оппозиции. Строиться надо было именно от них. А что касается Ельцина, ну, Юлия, что я могу сказать? Если бы у Ельцина была возможность, были ресурсы, он бы сохранил Советский Союз, он бы вырвал власть из рук Горбачева, он бы сохранил большую часть того государства. Без так называемой Советской Прибалтики, но все остальное он бы смог сохранить. Возможно, без Грузии, и Азербайджана, и Армении тоже. А может быть, даже отчасти с ними. Не исключаю. Но у него не было ресурсов. Он бы предпочел править целым, а не частью, пусть самой большой. Ну да, и расколотился сус, чтобы кусочек положить себе в карман. Я боялся, он оказался в безальтернативной ситуации. Много об этом думал, и я... Дело в том, что я же работал и с Горбачевым довольно долго, и с ним беседовал. Ну, и я общаюсь с людьми, которые очень были близки к Ельцину. И, в общем, вы знаете, ситуация оказалась фактически... Говорят, всегда есть альтернатива, но порой ситуация оказывается безальтернативной. И вот то, в чем они оказались в конце 91-го года, ну, наверное, другого уже решения не имело. Правда, взгляд на то, что произойдет и как это сделать, был весьма-весьма облегчен. Очень облегченным, без понимания. И если бы эти люди, которые подписывали Беловежский договор, понимали, какие будут последствия, что они подписывают, может быть, они попытались поискать прям там промежуточный вариант. Но им казалось, что это будет все равно то же самое, что в Советском Союзе, касательно человеческих отношений, да, вот там сохранятся все эти контакты. Ну, мы просто будем править собственными вотчинами. А так все будет как и прежде. Ну, просто побогаче. Ну, ну, побогаче. Побогаче для нас. Выяснилось, что все не так. Кстати, как-то в одном из эфиров, и вы в других местах говорили, что кроме ГКЧП зрел против Горбачева другой, более существенный заквар, который был сорван именно ГКЧП, и после этого уже все распалось. А подробности скажите? Да, это была довольно простая идея, и в разработке этого плана по реализации участвовал ряд военачальников, но как раз это помимо всего язова делалось. Ряд офицеров КГБ и руководство, вот помните, тогда было создано в декабре 1990 года, или в январе 1991, Российская коммунистическая партия Российской Федерации. Они участвовали, они предполагали, что на ближайшем съезде партийном, значит, в сентябре он должен был состояться, будет поставлен вопрос, они вели работу с обкомами, значит, будет поставлен вопрос об отставке Горбачева, да, с поста лидера Компартии. Значит, после этого, ну, они хотели осуществить переворот и выдвинуть диктатором, причем, знаете, что интересно, переворот сколько это называлось патриотическим или народно-патриотическим. Да, вы слышите меня? Да, вы стали куда-то пропадать, но я надеюсь, что... Я, наверное, просто задумался, что упирать будут не на марксизм, ленинизм, а на необходимость сохранения государства, сильной России, они очень часто стали использовать термин «сильная Россия», что Советский Союз это там некая реинкарнация России, без России никуда. А на роль диктатора готовился генерал Грома. Он как раз имел тогда хорошую репутацию, он вывел сороковую армию из Афганистана и предполагалось, что он сможет возглавить страну. Это в самых общих чертах. И когда 90-е августа началось, да, а я прекрасно помню их реакцию, один из них в истерике кричал, что нас предали, теперь все пошло праком, теперь Советский Союз точно не удастся сохранить. Причем они были настолько прагматичны, что они даже не хотели сохранять весь Советский Союз. Они хотели сохранить вот три славянские республики и Казахстан. На самом деле это было что-то вроде реализации плана Солженицына. Помните, как нам обустроить Россию. Причем Солженицын они считали антисоветчиком, инструментом в руках ЦРУ, но относились тем не менее весьма инструментально и прагматично к его идее. Вот, кстати, должен был одним из партийных лидеров стать Геннадий Зюганов. Он считался восходящей звездой в рядах этой российской компартии. Он и стал, но позже и в новых условиях. Ну и последний вопрос, если у нас есть еще время. Что происходит в Закавказье? Что, какая вероятность того, что Азербайджан продолжит агрессию в отношении Армении? И какая вероятность, потому что там сложная проблема с делимитацией границы, там внутри Армении, насколько я понимаю, большое недовольство из-за этой делимитации. и с чем связан уход российских миротворцев? Ну, уход российских миротворцев связан с тем, что они там уже никому не нужны. Это правда. Алиева, когда он приезжал в Москву, подталкивали к тому, чтобы он перешел к военным действиям, чтобы он форсировал не мирные процессы, а военные процессы. Он отказался. Это что, вы отвлечь внимание от Украины? Не только. Все такие. Это не самое главное, это не ключевой мотив. Ключевой мотив это наказать Пашиняна и Армяна. Армян за то, что они поддержали Пашиняна. Потому что Пашиняна это как... Ну, это очень сильный раздражитель для Кремля. Очень сильный. И они хотят наказать всю Армению за Пашиняна, ну и Пашиняна в частности. Ну, Алиев проявил, я бы сказал, мудрость, восточную мудрость или просто мудрость. Он дал понять, что он не готов к этому, в этом не видит смысла, что всего можно добиться мирным путем. Возможно, и удастся добиться мирным путем. Хотя делимитация границ. Делимитация границ. В принципе, на этом процесс может быть завершен. Азинь не застил? А? И об этом тоже можно договориться. Дело в том, что у Алиева есть довольно большие планы, выходящие за рамки собственно конфронтации с Арменией. Он считает конфронтацию уже более-менее исторически завершенным этапом. Он претендует на очень важную роль на Южном Кавказе. Очень важную роль. Роль, кстати, независимой от Турции. Это важно подчеркнуть. Поэтому ему эта конфронтация не нужна. Она не в его интересах, поскольку в этом случае его амбиции не будут поддерживаться Западом. Зачем ему это? Конфликт Запада еще последовало. И вот два таких вопроса именно по поводу Закавказья. Вот именно первое стратегическое положение Армении, потому что мне кажется, что оно чудовищно. Исторически Армения просто не выжила без царской России. И сейчас из того, что вы говорите, получается, что Армения в угоду сиюминутном, ну вот просто каким-то приходящим приходящим прихотям. Ах, тут этот хороший Пашинян сместил тех людей, которых мы поставили воровать. А она стратегические перспективы просто приносятся в жертву и разбиваются как стекло о камень. Да, я согласен. И у Армении тяжелая ситуация, но думаю, что она выпутается. Это первое. Второе. рано или поздно, скорее раньше или позже российскому руководству тоже придется проявить более гибкое понимание ситуации. И согласиться с тем, что шантаж и давление это не лучший путь строить отношения. Тем более экономически Армения очень заинтересована в России, вы понимаете, она уйти в экономическом плане никуда не может. Ну, учитывая особенно еще то количество армян, которые живет в Российской Федерации, привязка все равно будет обеспечена. А кто там Пашинян или кто-то другой, ну, в конце концов, это дело армян, наверное. Да. И вторая вещь, которую невозможно не спросить, это вот союз Турции и Азербайджана. А как же Артагану так удалось сделать этот союз и при этом я не знаю там, не вторгнуться в Азербайджан, не сказать Азербайджан наш, не сказать мы один народ, в общем, не наломать всех тех дров, которых наломал Путин, и тем не менее обеспечить именно этот стратегический союз между двумя очень различными авторитарными лидерами. Ну, Артаган оказался умнее и дальновиднее Путин, и одновременно решительнее. И уж если они готовили Азербайджан, действительно готовили к военной конфронтации за Карабах, им удалось его подготовить по-настоящему, модернизировать армию, подготовить к новым методам ведения боевых действий, оснастить ее новой техникой и прочее, прочее, прочее. Взамен получить признательность Азербайджана и стратегическую связь с Турцией, ну и в общем, наверное, партнерство на Южном Кавказе, стратегическое партнерство. Но идти в зависимое положение Алиев не хочет наотрез. Это просто исключено. Ну, видите, у Эрдогана хватает ума и мужества принимать реалии. А у Кремля не хватило. Ну, можно последний вопрос? Я знаю, что мы немножко перебираем, но это довольно важный вопрос, хотя он не относится к России. Есть у вас еще секундочка? Да, да, конечно. Это, конечно, все, что происходит в Украине вокруг закона о мобилизации и более того, вот это вот новое распоряжение, что не дают, что украинцы, находящиеся за рубежом, чтобы получить консульту, должны приехать в Украину. Вот как вы все это оцениваете именно с точки зрения логики ведения войны? Да, это неизбежно. Нужны людские ресурсы. Используются те средства, которые могут использовать, которые приходят в голову. Какова на самом деле реакция украинского общества, я не представляю. Я не вижу социологии. Я не знаю ее. Я вижу ролики, я не знаю, насколько эти ролики объективны, но как всегда. Каков будет эффект? Давайте судить по эффекту. Если эти шаги повысят мобилизационные потенциалы, обеспечат приток людей вооруженные силы, значит, в конечном счете они оказались правильными. В конечном счете. Знаете, я очень часто вспоминаю о Гилве, эту гуру рекламы, да, его фраза, она применима не только к рекламе, в принципе, к любому делу применима. Он говорил, что мы половину денег, которые тратим на рекламу, тратим впустую. Дело в том, что мы никогда не знаем, какую половину. Понимаете, Игорь, мы очень часто принимаем решения, которые нам кажутся продуманными, умными, решения. Но половина из этих решений приносит результат, а половина нет. Ну, какая половина, мы с вами не знаем. Вот это тот случай. Это касается не только рекламы. Не только. Универсальная формула, понимаете. Это хорошо, если половина еще приносит результат. Я думаю, что гораздо-гораздо меньше. Есть другая формула о том, что 20% усилий приносит 80% результата. Конечно. Но мы никак не можем эти 20% определить, на что направить эти самые наши усилия. Вы же знаете. отец.